Когда-то давно Эдуард Хиль спел настоящий гимн хоккея, в котором были такие строки «Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней». Но он вряд ли учел, что возраст этих парней может быть различным. Совсем недавно в спорткомплексе Ледовой города Переславль-Залезский Ярославской области прошел межрегиональный хоккейный турнир под названием «Весенняя копель». Ребята 2007 года рождения из Рязанской спортивной школы Олимпийской заняли первое место. Наша команда обыграла сверстников из Переславля-Залезского, Архангельска, Коврова, ребят из Рыбинска, которых раньше не могли одолеть, со счетом 4-2, а Владимирскую с разгромным 12-2. Последние две игры прошли в один день с перерывом всего полтора часа, и перед финальным матчем юные игроки собрали все силы и одержали разгромную победу. Теперь Кубок Победителей украшает уголок славы наравне с другими призами. Победителям всего 10 лет, но хоккей оказал сильное влияние на их характер, что и принесло им победу. Я занимаюсь уже 5 лет хоккей. Я вообще с 3 лет на коньках. Нам тренер говорил, надо исправлять ошибки свои, мы на них учились играть, и вот на ошибках выиграли. Это были сложные соперники, но мы оказались их сильнее. Они там в турнире было сложно, но мы выиграли. Взяли золото. Мы были командой, мы были одним целым, мы были как один, мы смогли выиграть его. Было тяжело, особенно когда были промашки. Без поражений хоккея нет. За тренировкой постоянно наблюдают родители юных спортсменов. Они сопровождают их во всех поездках, а переживают за результат игры не меньше тренера. Можно смело сказать, что родители тоже внесли свой, хоть и небольшой, вклад в победу. Просто пока еще они не совсем ковальчуки и бурые, поэтому приходится им напоминать иной раз, что зуб надо почистить, чего надеть. Мой внук с 4 лет занимается, и все ребята тут занимаются с 4, 5, 6 лет. Уже давно. И вот мне кажется, я не хотела даже, чтобы вы на этот спорт отдавали, потому что он самый тяжелый, мне кажется. Мы были все в восторге, конечно, мы ждали давно этой победы. Ледовая дружина продолжает усердно тренироваться и после такой победы. Тренер привычным громким голосом раздает указания, но порой улыбается, тоже радуясь победе. Чемпионом можно стать в любом возрасте. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Аплодисменты.